В минувшие выходные Первая Лига окончательно расставила команды по местам в группах, определив пары первого раунда плей-офф. Открыла тур пара команд, уже давно определившейся со своей судьбой. Русфан ждал соперника на втором месте группы «Б». Ленинград же досрочно потерял шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Игра не преподнесла ничего удивительного. Несмотря на полное отсутствие мотивации, фаворит спокойно и уверенно вел игру, выигрывая каждую четверть. Как итог, уверенная победа Русфан – 98-73. Лучшим у победителей стал Тимур Маликов – 12 очков и 7 подборов. У Ленинграда самый полезный Александр Николаев – 16 очков, 15 подборов. Следом состоялась принципиальная встреча. БДС «Баскетбол» и «НДФ» в очном поединке выясняли, кто займет второе место в группе «А», а кто останется третьим. Три четверти отвечали представлениям об игре равных соперников в борьбе за лучшее место в группе. А вот в заключительном отрезке игры партнеры Артема Завьялова как будто переключили передачу и легко оторвались от подопечных Ксении Лисичкиной. 22-8. Так закончилась последняя четверть, обеспечившая БДС победу 63-45, а с ней и второе место в группе «А», выводящая на Сашу Сбар в первом раунде плей-офф. «НДФ» теперь попытается найти козыри в игре против Грозного Русфан. Самым полезным в БДС «Баскетбол» стал Дмитрий Абрамов – 20 очков, 12 подборов. У «НДФ» отличился Александр Зверев – 9 очков, 12 подборов. Воскресный вечер начался с последнего противостояния, окончательно распределившие места в группе «А». Финиш и спецпроект сражались за последнюю путевку в плей-офф в своей группе. При этом спецпроект имел серьезное преимущество – они могли и уступить сопернику, но не более 16 очков. Пометуя об этом, финиш сразу взял БК за рога, захватил преимущество и всю игру наращивал отрыв в счете. Плюс 6 после первой четверти, плюс 8 после второй, плюс 13 после третьей давали оранжевым шансы на победу с нужным счетом. В последней четверти разница колебалась в районе 10-12 очков в пользу финиша и лишь в концовке установилась в шаге от требуемой – плюс 15. Финиш провел несколько атак, чтобы достигнуть необходимого, но так и остановился в шаге – 89-74. Всего плюс 15 и в плей-офф проходит спецпроект, попадая в первом же раунде на одного из главных фаворитов – завод «Спецтехмаш». У победителей лучшим стал Роман Акимов – 21 очко, 11 подборов. У спецпроекта – Дмитрий Пешкевич – 22 очка, 11 подборов. Завершалось воскресенье интересной игрой – Атлант принимал автоимперию. Главный интерес в том, что волею календаря в последней игре регулярного сезона для обеих команд им выпало отрепетировать игру первого раунда плей-офф, поскольку эти команды сойдутся в 1-4. Было любопытно, как они себя поведут – станут ли пытаться не раскрывать весь потенциал или сыграют обычную игру. В итоге матч прошел спокойно. Добившись достаточного перевеса за счет второй и третьей выигранных четвертей, Атлант сбавил обороты, но все равно победил – 68-55. Будем считать репетицию успешной и ждем продолжения банкета в следующее воскресенье, когда эти же команды уже волей-неволей покажут все, на что способны, дабы пройти дальше. В Атланте лучшим стал Олег Мурашов – 11 подборов, 10 очков. У автоимперии Алексей Анило – 20 очков, 16 подборов. В регулярном сезоне осталось сыграть всего один пропущенный матч. В среду завод спецтехмаш сыграет с Ленинградом. Таким образом вопрос решен – 8 команд готовятся к плей-оффу. Ждем решающих матчей за чемпионство, болеем за своих. За развитием событий в турнирах НБЛ следите в прямом эфире на нашем сайте.